Краснодарские медики держат руку на пульсе. Во второй краевой больнице освоили новое поколение фитальных ЭКГ-мониторов. Они помогают оценить самочувствие младенца в утробе матери, в том числе услышать сердцебиение. Это очень важно для будущих мам с разными осложнениями беременности. Приборы закуплены в рамках краевой программы модернизации здравоохранения. Эволюцию в перинатальном центре оценила Наталья Ястребова. Зухраха-Дипаж в зоне риска из артериального давления, который иногда заставляет волноваться врачей. На живот ей крепят специальные датчики, которые фиксируют состояние плода. С ними можно свободно передвигаться. Она может совершенно двигаться в пределах отделения, родильного дома. И когда она приближается к компьютеру, он начинает считывать и писать. А информация сохраняется на носителе. Впереди самый ответственный момент. По прогнозам, до появления долгожданного первенца меньше 10 дней. Медицина, вооруженная передовыми технологиями обнадеживает, говорит пациентка. А вот и повод для оптимизма. Специальный прибор с нежным именем Моника слышит, как бьется крохотное сердце и регистрирует каждый стук. Изучать диаграммы врач может и на планшете, в режиме удаленного доступа, хоть круглые сутки и даже когда пациентка дома. Фитальные КГ-мониторы – последнее слово в кардиотокографии. Прибор позволяет заметить на ранних сроках беременности, например, кислородное голодание плода и вовремя принять меры. Кривая внизу – сердцебиение матери. Под ней – сердечный ритм малыша. От 120 до 160 ударов в минуту. В пределах нормы, говорят врачи. Перед исследованием волнуешься, переживаешь. Но когда доктор говорит, что все хорошо, то крылья вырастают. И дальше находишься в ожидании чуда. Перинатальный центр второй краевой больницы в прошлом году поставил Краснодару 8,5 тысяч новых россиян. Здесь наблюдаются не только краснодарки. В надежде на благополучный исход сюда направляют женщин со всей Кубани со сложным течением беременности. Плацентарный кровоток и частота биения сердца – один из важных показателей самочувствия плода. Раньше, чтобы зафиксировать нужную фазу, бодрствование или сон малыша, приходилось час дежурить у стационарного ЭКГ-аппарата. Иногда по несколько раз в день. Моника меняет жизнь к лучшему. Пациентки, которым записываются КТГ, находятся в состоянии гипоксии плода или в состоянии заболеваний экстрагенитальных, таких как диабет, пороки сердца, поздние токсикозы беременности, что тоже приводит к страданию плода. Это требует записи. И в идеальном случае это постоянные записи аппарата Моника. Во второй краевой сейчас четыре таких фитальных ЭКГ-монитора. Их только подключили к лечебному процессу. Но мировая практика говорит о том, что с использованием такой передовой техники риск перинатальной смертности снижается в два раза. Наталья Ястребова, Евгений Гирник, Наталья Пилипко, Краснодар, 24.